Какая сегодня ситуация по заболеваемости гриппу МРБ? На сегодняшний день по лечебным учреждениям города ситуация по сравнению с понедельником и вторником существенно не изменилась. В инфекционной больнице на сегодняшний день находится 102 пациента, из них 85 детей. Вчера это было 107 человек, из них большая часть дети. В основном это поступают дети, ежедневно поступают от 30 до 37 пациентов, из них 25-28 человек дети. Ситуацию по коронавирусу вы все знаете, вы знаете, что количество умерших увеличилось, количество заболевших тоже увеличилось, инфекция распространяется, стабилизации процесса пока нет. В лечебных учреждениях города проводятся усиленные санэпидемические мероприятия. В стационарах прекращены посещения, введен масочный режим. Сейчас мы работаем над тем, что будем проводить дополнительные меры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины, номер 185 от 24 января 2020 года, в котором определены конкретно мероприятия по недопущению распространения нового коронавируса на территорию Украины, на территорию города. У нас будет прифинг на эту тему, во вторник мы все расскажем. Скажите, а как с этим усилением всех этих мер коррелируется то, что нам неоднократно уже звонили из разных городских больниц, пациенты жалуются на то, что в их палатах в обществе лежат больные вирусной пневмонии? Я хочу уточнить. Вирусная пневмония не является контагиозной в том плане, что заболеть и опасным является человек в период именно гриппа, вирусной инфекции. Когда возникают осложнения, то есть пневмония, грипп, другие осложнения, пациент не является опасным в плане заражения гриппом и респираторной вирусной инфекцией. Мы говорим сегодня о прекращении посещения в том режиме, в котором это было до возникновения ситуации с повышением эпидемического порога, когда посетители могли посещать своих родственников, близких и друзей в стационаре. Сейчас такое посещение прекращено для того, чтобы не распространялась инфекция, для того, чтобы посетители же не заболели, не заразились вирусной инфекцией. А вообще достаточно ли мест в больницах в частности? На сегодняшний день я вот прокомментировала, сказала, что вот такая ситуация, вы все слышали, сколько у нас находятся больных. В связи с повышением эпидемического порога и увеличением заболеваемости, мы развернули в инфекционной больнице дополнительно два отделения, специально перепрофилировали, специально для лечения пациентов с ОРВИ, гриппом. Этого пока достаточно, но у нас есть план, утвержденный городской ТБЧС, подписанный мэром, как представителем ТБЧС, о перепрофилировании на случай распространения увеличения заболеваемости, перепрофилирования отделений в других больницах под развертывание отделений для лечения больных вирусной инфекцией, в том числе гриппом ОРВИ. Вот здесь принималось сроки решений про изменения по граничной штатной численности работников здравоохранения. Что имеется в виду? Дело в том, что распоряжением городского головы утверждается граничная численность учреждений, коммунальных учреждений, коммунальных. Общая численность, общей численности сотрудников, работников системы здравоохранения сейчас включают сотрудников коммунальных учреждений и коммунальных предприятий. В связи с реформой уже часть учреждений перешли из коммунальной, статус коммунальных, установ в коммунальные предприятия. Поэтому распоряжением городского головы, как я сказала, мы утверждаем только коммунальные учреждения. В связи с тем, что из коммунальных учреждений перешли в коммунальные предприятия, мы их из общей численности убираем, но они остаются работать, они никуда не деваются.